здравствуйте уважаемые любители тихой охоты сегодня хотелось бы поговорить о таком животрепещущем вопросе для каждого грибника как где и как искать грибы лучше конечно белые но от подосиновиков подберезовиков я думаю тоже никто не откажется так вот такое хотел бы сначала небольшое вступительное слово пусть пока пойдет небольшой видеоряд с моих прошлых грибных походов вопрос как собирать и находить главное грибы вопрос деликатный смотришь на ю тубе достаточно много видео казалось бы вот там все ходят если под березками то там под березовик там может быть под осинками там под осиновик на самом деле конечно вы понимаете это далеко не так все очевидно и не так все просто и вообще вот на ю тубе тоже как бы финальная часть ваших может быть поисков чему бы вы накануне готовились там как бы уже результаты вы если вы приехали за 100 150 километров от москвы уже будет поздно менять место если вы ошиблись с этим местом как бы вы можете себе позволить там только плюс минус 10 20 30 40 километров может быть по окружности вокруг того места куда вы прийти но если вы изначально ошибочно его выбрали то вам это будет непросто тем более вот допустим сейчас когда такой антициклон висит на центральной россии грибов нет впереди несколько дней суши жары как бы его только остается писать такие видео и сидеть тихо на попе в ожидании лучших времен вот но все таки возвращаемся к тому что вот я сказал это конечно же финальная часть ваших вашей подготовки к сбору грибов то есть как бы вы уже приехали а что вы делали накануне я сейчас расскажу в принципе наверняка конечно уже многие так делают просто хотел бы обратить внимание на некоторые моменты которые как бы присутствуют в процессе подготовки к завтрашнему выезду и также еще хотел сказать ну вот конечно да большинство грибников насколько я знаю они достаточно спокойно ходят ближайший лес к даче лесок и этим удовлетворяются ну конечно это как бы и право и возможность слава богу них такая есть но вот к сожалению обстоятельства складываются так что не никогда нельзя быть уверенным что следующем году не дай бог там соседний лес где в очередной раз кто-то не вырубит под коттеджный поселок и вы вынуждены будете просто искать новые другие места то есть вы даже привыкли к чему-то своему вот я недавно ездил в калужской области прошлом году там не там одно местечко понравилось в этом году хотел его получше поразведать приезжая леса не узнал то есть уже со спутника было видно что там что-то не так уже огромные квадратные вырубки в лесу и казалось бы что там еще вырубать это калужской область там же лесостеп фактически начинается тем не менее рубят и рубят местные стонут и конечно там же скоро вообще никаких грибов не останется и вынуждены все будут просто искать новые места это один аспект такой второй аспект как бы вот ну как я сказал деликатный то есть принципе я считаю всегда лучше самому найти какое-то свое новое место чего так бегать спрашивать по форумам а где а чего а поточнее понимаете как бы это такой вопрос если вот говорить глобально то сдать хорошее грибное место ну да это же не сдать а как бы подарить то вот как подарить ключи от квартиры может быть ну или даже более возвышенно там жену разделить где-то как-то даже то есть это настолько щепетильная тема и вот просто так прийти и сказать здравствуйте дайте мне ключи от квартиры как бы да ну фактически это так звучит почему так строго в принципе настоящие грибники берегут свои грибные места потому что популярность этого вида отдыха она возрастает каждую пятницу из москвы с началом лета просто вереницы километры машин выезжают на свежий воздух потому что это естественно человек устаётся от цивилизации от этой каменной он хочет вырваться на простор подышать свежим воздухом отдохнуть собраться с мыслями а лучше сбора грибов пока еще мне кажется никто не придумал как очевидный такой самый приемлемый все-таки это не охотничье снаряжение не грибное и не не рыбацкое это всего-на-всего корзина ну какая-то одежда ты экипировка обязательно и ты готов уже к походу в лес понимаете поэтому каждые выходные наши подмосковные леса они испытывают просто стресс от такого нашествия и вот представьте вопрос как говорится сто раз уже обсуждался на форумах но вот все-таки вернусь к нему вот просят укажите пожалуйста деревню ну не проблема указать то деревню во первых что потом жителям той деревне останется во вторых это все-таки открытый доступ куда люди приходят миллионами и представьте какая-то бедная деревенька там засветилась на форуме вы кажется выложили ее только там своим со форуме форум ником такска форум чаном а на самом деле эту точку увидят миллионы глаз соответственно ждите что в следующем году не исключено там будет все вытоптано как будто пробежал табун лошадей понимаете а вы вроде ничего не хотели плохого и просто говорите да грибов на всех хватит да когда-то хватало но сейчас как бы не те условия уже поэтому конечно выкладывать или нет свои грибные точки но в смысле с точностью до деревни это делай право каждого но я бы не стал если вы обратите внимание крутые наши грибники они никогда не указывают не только деревне не только город они редко когда даже область указывают и это неспроста они просто чаще сталкиваются сталкиваться с последствиями вот таких нашествий как раньше там на автобусах приезжали но сейчас почти то же самое если стоит только точку указать завтра там уже будет вытоптанная выжженная трава то есть это говорю решать вам конечно но я бы постерег все все таки вот чтобы не клянчить так сказать не не бегать с такими как бы детскими вопросами попадайте мне пожалуйста новое местечко грибное я решил записать вот этот вот небольшой видеоролик о том как как же находить новые грибные места в складывающихся непростых условиях для грибников потому что ну очевидные вещи с каждым годом прессинг горожан нарастает песен к любителей грибов тихой охоты нарастает леса опуштошаются вырубаются если так дело пойдет и вы не научитесь сами их находили просто ни с чем останетесь возле своей не дай бог там вытоптанного лесочка рядом с дачей понимаете поэтому я как-то хочу простимулировать вас на самостоятельный поиск грибов тем более то в принципе совсем не сложно только еще одно замечание что перед любым походом в лес пожалуйста подготовьтесь у меня есть видео вы может быть ссылочки до в конце этого видео об экипировке снаряжение грибника и о том какие программы навигационные лучше использовать для похода в лес не только отдельные приборы навигатор а также есть прекрасные программы на android которые вам очень помогут так сказать найти ту или иную точку или могут даже смогут спасти жизнь если вдруг какая-то критическая ситуация ну вот на кого небольшой как бы ступительное слово закончилось продолжим теперь конкретно по нашей теме значит но опять же достаточно глобальная тема постараюсь покороче вы должны представлять что такое на возьмем белые грибы что такое белые грибы вот в своем генезисе так сказать своем процессе роста начиная с весны летом и осенью соответственно весенние и летние грибы икну майские позднем аськи как сейчас была достаточно благоприятная ситуация потом колоссовики но куда входит не только чисто белый но их называют также включают и подосиновики подберезы просто вот балетовые это ранние майские грибы это все колоссовики потом если кто не в курсе могут идти жнивники от того что там уже жнут рож как бы дальше идут как правило еловые белые процесс идет одновременно с еловыми могут выскочить уже нормальные летние сетчатые или дубовые белые которые попадаются как в березовых рощицах так и в дубовых рощах и наконец наступает осенний период самый ценный когда гриб чистый когда уже никаких червячков почти но это уже ближе к там в середине концу сентября в начале сентября достаточно теплая погода и бывают достаточно много червив грибов но все равно осенний гриб самый ценный и он уже в другом еще типе лес он может быть даже в глубине леса в отличие допустим от березовых рощиц летних там или елок он может уйти уже вглубь спрятаться даже в траву куда-то ему там теплее как ни странно чем на открытом пространстве вот вы должны представлять всю эту картину как сказать путешествие белых грибов в течение вот этих нескольких месяцев и исходя из этого думать о том куда вы можете за ними поехать куда вы можете за ними поехать ну тут информацию черпает кто где может как говорится я использую в частности такие четыре замечательных источника начиная с первого это у меня на месте первом это старейший и один из самых крупных грибных формов грибы говорят прекрасный форум здесь прекрасные знающие грибники с неизменной администратор шай ольга которая сама прекрасно рассказывает фотографирует то есть рекомендую вот заходите если вы куда-то собираетесь ехать допустим и в раздел конечно москва и подмосковье смотрим последние какие тут были новости где может быть кто-то сказал пропустил там населенный пункт или достаточно даже секторов как они правильно сделали дайте направление потом уже как бы мы сами разберемся куда-то можно ехать то есть направление тип леса знать надо заранее и тип грибов чтобы это все совпадало вот но это как бы еще поговорим дальше второй источник у меня это грибной мир второй отличный грибной форум здесь отличные тоже знающие люди можно все спрашивать можно получить прекрасный ответ здесь друзья мои и прекрасные такие товарищи как дрон андрей володя вгт оля петручча у которой вообще считаю чуйка на грибы никаких прогнозов там особо не нужно строить она бывает едет и просто все собирает миша карпов которые название грибов все знают на латинице и так далее то есть здесь можно поискать допустим какие направления у ребят фаворе и где вот чем-то имеет смысл поехать вот тут оля петруча отметилась видите дальше последние годы очень хорошо засветился такая группа в контакте как грибы в подмосковье в подмосковье они каждый год набирают все больше и больше подписчиков только меняют название года нумерацию это говорит о том что потребность такой информации у людей только растет просто качественный отдых во время которого очень хорошо переключаешься то есть это просто неоценимая вещь у вас здесь кстати между нами говоря как раз больше всего так с юмором если говорить болтунов то есть люди спокойно вы кля выкладывают своим но не точки это бессмысленно конечно точку выкладывать даже никто не даст но выкладывать спокойно места вплоть до деревни или до снт ну принципе достаточно причем место известных вот написано дача в клёнова отлично все принципе уже знают там клёнова это под подольском вот бывают нюансы просто до что тоже да не тоже называется но еще сейчас попозже про это поговорим давайте четвертый источник укажу кто куда я за грибами такая страница вернее под отдел на центральном форуме рыбаков называется грибникам тихая охота шикарный раздел ребята именно не заморачиваться там долгим описанием просто конкретно говорят что где начало идти самая ценная оперативная информация это вот у них и грибы под московью в контакте самое ценное в принципе если уже имеете какой-то алгоритма действий не попрошайничать именно вот что-то свое знаете как поступать о чем я сейчас расскажу кстати то ничего сложного поехать и как бы разведать указаны направления не точки опять же ничего не хочу сказать такого что у меня всегда это срабатывает там и хочу тоже всех предупредить ничего подобного срабатывать где-то в половине случаев лучшем случае вот но с другой стороны и есть шанс получить свое собственноручно разведанное место как правило если она как бы действительно хорошие там скорее всего местные то все равно ходят но вы будете одним одним из таких счастливчиков счастливчиков которые узнали об этом месте тоже и в конце концов можете там тоже поохотиться значит вот четыре источника вот на примере просто грибов под москвой покажу что мы делаем накануне поездки что мы делаем накануне поездки вот просматриваем такие вот форумы и ждем когда тут выскочит не только район но бывает вот вот сказал тюрькова человек до тюрькова что это такое деревня ступенском районе я и так знаю но просто покажу что этот выглядит как на карте для поиска нужной информации используя спутниковой карты открываешь такую программу но она вернее как браузер или сайт вики маппи я пожалуйста не путаясь википедия это как бы википедия только спутниковая вики маппи значит здесь есть несколько слоев карта вики маппи и потом карта google он же вики маппи в принципе используется дальше как ты карты спутниковые такого провайдера как бинк кстати очень ценного и спутниковые карты самого яндекса нашей на эль более распространенной программы или как это браузера но есть также еще космоснимки там и так далее пожалуйста можете их попробовать я определил для себя вот эти два яндексовская спутниковая карта из карта бинк ну и бывает в чем фишка бывает вы открываете спутниковую карту определенного района а там вот спутниковая карта яндекса прописано прорисовано плохо тогда переключайтесь между вот этими тремя и выбираете где лучше спутниковая карта это не исключено я говорю чаще всего использую яндекс и бинк ну вот у нас тут что товарищ сказал про тютькова тють по кого идет на английском не надо нам тють кого тут еще не всегда они показывают так секундочку что-то не хочет искаться бывает надо перезагрузить или может запись идет вот тютькова тютькова смотрим что же за тютькова такое да все правильно тютькова закрываем вот она тютькова вот товарищ назвал тютькова в открытом доступе переключаемся на спутниковую карту яндекса и уже прекрасно видим какие теоретические места нас могут ждать в окружности то есть вот сразу скажу вот такой вот густой лес густой лес ничего хорошего как бы внутри быть не может вот это все смешанный лес смешанный где сейчас ловить вообще нечего там сейчас еще холодно и сумрачно как бы для грибов а вот конечно по краешку леса по краешку вот этих поляночек можно проехаться тем более спутниковая карта дает нам прекрасную возможность увидеть что вот они вот они проселочные то дороги по полям вдоль леса как думаете люди просто так ездят здесь вдоль поля конечно нет за грибами хотя много сейчас и культ окультуривается если поле пустует его отбирает поэтому хозяева земель они конечно стараются заниматься землей то есть это все скорее всего пашня это может быть противопожарная опашка но тем не менее как бы следы от машин тут есть не буду просто подробно вам рассказывать чтобы других там не подводить просто укажу вот немножечко тип леса видите вот здесь видно что он как бы такой как бы головки деревьев стоят одной другой а здесь чуть-чуть погуще и больше такие вот как будто горизонтальные полосы идут это скорее всего елки вот даже видите он отличается или лес просто с большой примесью елок но опять же не не надо кидаться там завтра ехать под это тюдькова несчастная потому что никто ничего не гарантирует вы можете приехать там за сто километров пойти в этот благословенный квадратик а а там будет старый трухлявый лес со старыми елками где никаких грибов отродясь не было поэтому как бы только ножками только ножками сначала на машинке а потом только ножками пешочком все разведывать и ходить данном случае вот я бы даже больше обратил внимание вот на это редколесье потому что как бы здесь глухо темно и сыро грибам несмотря на жару а здесь все таки более открытые участки видите они как бы с прорезью с такой проветриваемый больше шанс что может быть что-то будет то есть я просто хочу чтобы вы поняли как вот искать по карте по спутниковой то есть не не так как раньше традиционно люди приехали на место о и вон березки вон лесок пошли туда пошли по сюда сейчас так никто не делал ты просто время потеряете заранее надо готовиться с помощью навигации с помощью спутниковых карты игры никогда раньше грибная охота не была такой доступной казалось бы и легкой как сейчас потому что нам на помощь пришли как говорится новая технология но надо ими с умом пользоваться надо готовиться к походу в лес надо иметь все навигаторы с собой надо иметь заранее распечатку надо иметь или если не распечатку то точки какие вы поставите вот если бы я выезжал в это место я бы может поставил бы вот здесь точку создать новый объект то есть для этого надо залогиниться вики маппи и поставить здесь какую-то точечку но если вы залогиньтесь и начнете там очень много про не рассказывать про эту точку то она еще объявите ее в публичный доступ то она будет видна всем поэтому в вики маппи я никаких точек конечно не ставлю оставлю все свои точки для обхода в той программе по которой рассказывал осмонд плюс то есть берешь там тот же самое есть слои яндекса и спутниковая карта и слои google к сожалению спутниковой карты bing там нету но яндекс и google есть то есть выделяешь какой-то участок который тебя заинтересовал на вики маппи находишь крупно спокойно накануне вечером и переносишь эту точку точно так заходишь в осман плюс находишь это место и ставишь точечку там своей программе она там не будет никому видно потому что вы не участники разработок этой программы и так далее вы не залогинены там только там только ваша внутренняя информация здесь если вы точку добавите то не исключено что вики вики маппи попросит вас и описать она поступит в общий доступ нам это совсем не нужно то есть вот пара реже на такой лес сейчас когда идут колоссовики белый но у них правда сейчас перерыв но вот это место в начале лета более перспективно чем вот эти какие-то тут елки непонятно что и вот это вот заросшие тут совершенно часть ги ловить вообще ничего лучше уж вас здесь походить вот как бы я говорю не призываю ходить завтра топтать все эти места все равно там как говорится ну не не такая охота как вот представляется хотя места хорошие все но первых туда подъехать довольно тяжело мудрено и не дай богу это как-то повлияет там на посещаемость этих мест просто уже эту тюрькова столько раз светили что я не думаю там мое видео как-то повлияет на посещаемость то есть вот основное поставили точку в своем своей навигационной программе осмонд поставили другую посмотрели что там перспективе по окрестностям можно еще посетить что у вас был какой-то резерв не только вы приехали здрасте ничего нет я поехал обратно и уже приезжая вы готовы конкретно идти по своим накануне выставленным точкам они так на бунтом ой вот лесочек поехали так вот как раньше вот лесочек поехали это можно когда вы уже возвращаетесь богатой грибалки у вас там за сзади в багажнике два огромных ведра или корзины грибов белых и вы можете позволить себе куда-то заехать уже на расслабоне как говорится и проверить какие-то новые места а пока утром вы приехали если вы начнете там в окошечка это маленькая часто смартфона что-то там искать тыкать и пытаться найти это участочек хороший если вы заранее там яркие точки не поставили это опять же потеря времени все готовится заранее то есть до места доезжаете по яндекс навигатуру на машине смотрите где лучше паркануться и идете там в лес там если вдруг пошли еловые белые может быть да там заходите в лес вот эти полянки осмотрели здесь осмотрели вдруг там чего-то обломится тут в роднике набрали воды может быть там но здесь статья ходил ничего хорошего вырубка сплошная вот кто-то какая когда такая пролысина то это вырубка старая заросшая ничего тут нету просто говорю для примера не кидайтесь горю не дай бог на этот бедная теть кого просто человек сам открыто пишет как бы приглашает ну лев сухой грибов нет слава богу вот поэтому не надо дергаться дальше значит не просто знать периоды прорезор произрастания белых грибов не просто знать в каком они биотопе там в каком таком окружении они появляются в разное время весны там лето и осень и а также надо еще знать дневник погоды дневник погоды что это такое это вот такое вот у меня есть так сейчас на 10 дней гис метео гис мете открываешь и вот здесь справа внизу дневник погоды есть вот на примере москвы хотя бы вот посмотрим получить дневник погоды за прошлый месяц за май получить дневник погоды так смотрим вот эти обозначения это гроза или дождь в начале месяца были в середине было а вот последнее что-то они вот было же вроде гроза хорошая они что-то не на пока не показали нам поэтому как говорится доверяй но проверяй данном случае они вот грозу показали они как бы показали большую часть наверное осадков но в конце месяца мы точно помним была какая-то гроза наверное все таки это вот этого 23 мая и как раз по идее должно вроде спустя недельку после этого что-то появится но общая тенденция сейчас на антициклон все наоборот высохла этой воды было далеко недостаточно и соответственно грибов пока нет в ближайшем подмосковье потому что это один регион несмотря на то что гроза там была неделю назад не гроза нужна нам а такой аккуратненький меленький грибной дождик длительный тогда пробьет землю хорошо пропитает и будет надежда на то что грибочки наконец полезут то есть очень просто короче закругляюсь используя информацию с форума грибы говорят грибной мир грибы в подмосковье кто куда я за грибами с рыбацкого форма смотрим все эти данные на вики маппи объединяем информацию убеждаемся что в этом районе накануне там хотя бы неделю полторы назад шли дожди и выезжаем пробуем судьбу никакой гарантии нет что у вас что-то получится но по крайней мере алгоритм поиска новых мест надеюсь я вам указал лучше говорю найти новое коронное свое как бы место чем спрашивать а потом мы все равно это как-то не не этичный обсказал а где а чего ну кто шум скажет по сути-то неужели вы думаете что вам кто-то скажет свое сокровенное грибное место лучше попытайтесь сами найти больше радости получите чем как бы вот вы клянчивая у кого-то там что-то там потом вы у него получить получите даже по дружбе вы ему будете обязаны а у вас есть что ему предложить в обмен вряд ли сначала найдите что-то свое что было чем меняться потом уже просите я не люблю просить я предпочитаю найти достаточно сказать район смотрю карту осадков дневник погоды все принципе типажи леса что еловые белые идут в еловых посадочках колоссовики идут по краю леса березовых или дубовых рощах ну а осенний гриб белый он везде может попасться когда он прет пардон его только ленивый не найдет он может и в середине леса пойти и на краю и даже в поле и в елках так и потом есть такой сосновая тип в сосновый тип белого он в соснах идет но это уже севернее москвы посещите пробуйте занимайте себя это гораздо интереснее чем просто выпрашивать как извините подачку чтобы вам скинули свое место я против этого и если честно против того чтобы открыто указывали деревне где вы ходили потому что это вы не представляете какой-то прессинг со стороны столицы начинается буквально на второй день ладненько пожалуйста буду рад если вы свои так сказать путешествие скорректируйте соответствии с моими пожеланиями если у вас все получится до скорых встреч